МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ориентация на поддержку семей губернатор Глеб Никитин выступил с отчетом о развитии региона. Покоряя столицу, юные саровчанки в очередной раз стали победителями вокальных конкурсов. Новые победы саровских спортсменов. Боксеры школы ИКАР привезли награды из Дзержинска. Далее расскажем обо всем подробно. Город трудовой доблести, новогодняя, молодежная, культурная столица. За последние 6 лет Нижний Новгород удостоился множества званий и титулов. А в 2023-м нашу область назвали регионом года. Подводя итоги работы, Глеб Никитин отметил, что в регионе удалось совершить настоящий прорыв, привлечь внимание федерального центра и сделать Нижегородскую область лучше, краше и привлекательнее. Губернатор подчеркнул, что сегодня регион участник всех возможных федеральных программ и инструментов развития территорий. Фраза, что ездить в Нижний стало модно, слышится очень часто. Я уже не первый раз ее слышал от своих знакомых и в Москве, и в Петербурге, и в других крупных городах. Ведь мы обеспечили поистине беспрецедентный интерес к нашей культуре, к истории, к сегодняшнему дню Нижнего Новгорода и Нижегородского региона. Одними из главных тем выступления губернатора стали поддержка семьи и демографическая политика. Глеб Никитин отметил, что сегодня стоит задача по-новому выстроить всю государственную политику региона и сделать ее по-настоящему семейно ориентированной. Сейчас как раз настал тот момент, когда и государство, и общество, и бизнес должны объединиться и направить свои усилия на решение демографической проблемы. Да, мы все понимаем объективные причины текущего положения дел. Это и последствия демографических ям 20-го столетия, где мы это слышали много раз. Это правда, конечно же. И разрушение традиционного уклада общества, и общемировые тенденции снижения рождаемости при росте уровня жизни. Но мы не должны и не будем мириться с этими тенденциями. Уже в этом году мы должны принять решение на региональном уровне, которое дополнит положение нового национального проекта «Семья», запуск которого объявил президент. На уровне региона предполагается обеспечить полноценную дополнительную помощь работающим семьям в уходе за ребенком, сохранить или обеспечить достойный заработок при рождении детей, радикально увеличить размер регионального материнского капитала в зависимости от числа детей, создать систему индивидуального сопровождения семей по вопросам репродуктивного здоровья, повысить эффективность диспенсеризации и мер, направленных на отказ от вредных привычек. Необходимо создать ресурсный центр по принципу одного окна, призванный обеспечить индивидуальное сопровождение семей с детьми или планирующих детей. Причем работать такой центр должен и в столице, и в муниципалитетах области. Все эти меры должны быть разработаны и приняты уже в этом году. Также должны быть определены обоснованные, но максимально амбициозные цели такого проекта. Губернатор подчеркнул, что количество разводов в Нижегородской области в последние годы не росло и не растет, в отличие от многих других регионов. Также в регионе с каждым годом все больше многодетных семей. За шесть лет объемы социальной поддержки в регионе выросли в два с половиной раза и больше половины всех социальных выплат именно семьям с детьми. Еще одной важной темой выступления стала поддержка участников СВО и их семей. Губернатор рассказал, что на региональном уровне ввели военный социальный контракт – уникальный инструмент, включающий комплексное сопровождение и поддержку семей участников СВО. Военные социальные контракты выполняются исключительно за счет средств регионального бюджета и на сегодняшний день заключены почти с 16 тысячами нижегородских семей. Самоотверженность и героизм, которые проявляются героями, ребятами, бойцами, там вдохновляют нас и вселяют уверенность в завтрашние дни. Нижегородская область будет уделять особое внимание защите объектов на территории региона от террористических атак и диверсий. Глеб Никитин подчеркнул, что это особенно актуально после атаки беспилотников в Кстове. Мы совместно с Минобороны должны сделать акцент сейчас на усилении мер защиты всех подобных объектов. Мы хотели обратиться и к руководству предприятий и соответствующих критических объектов. Это наше общее дело. Мы все должны на нем сконцентрироваться. Полную версию выступления губернатора можно посмотреть на официальной странице Глеба Никитина в социальной сети ВКонтакте. Годовая инфляция в Нижегородской области в январе этого года снизилась впервые с апреля 2023 года и составила 6,7%. Инфляция в регионе оставалась ниже, чем в Приволжском федеральном округе. Здесь она на уровне 7,2% и России в целом 7,4%. Снижение региональной инфляции отчасти обусловлено тем, что в январе текущего года в области не менялся размер взносов на капитальный ремонт. При этом годом ранее он был повышен. Кроме того, замедлился годовой рост цен на огурцы и помидоры. Это объясняется расширением их предложения благодаря увеличению объема производства тепличных овощей в целом по стране. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция в стране в текущем году снизится до 4-4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Недавно волонтеры объединения своим ездили в Луганск и Херсонское направление, отвозили гуманитарную помощь, а также машину-буханку с противодронной системой, которая была необходима бойцам для перевозки раненых. Добровольцы уже снова готовятся отправиться в путь на пять направлений. В том числе планируют посетить прифронтовые госпитали Херсонского и Запорожского направления. Там бойцы остро нуждаются в медикаментах, одежде, средствах гигиены. В будущем объединение планируют отшивать для раненых пижамы, трусы, майки и футболки. Если есть желающие швей, которые шьют на дому, но обязательным условием нужен оверлок. К сожалению, на обычной машинке не все манипуляции с изделиями можно делать, тем более здесь придется работать с трикотажем. Поэтому, если у вас есть оверлок и вы можете найти время пошить, то несложные изделия, трусы, майки, футболки и в том числе пижамы для госпиталей мы можем вам выдавать уже в раскроенном виде. Сейчас мастерицы работают по запросу от бойцов. Отшивают ветра и водонепроницаемые жилеты, теплые толстовки. Отряды стоят на берегу моря, откуда дуют пронизывающие холодные ветра, поэтому ребят нужно утеплять. Швеи приступили к изготовлению носилок, волокушки и подсумков. Эвакуационные стропы усовершенствовали. Отшили для них чехол, из которого можно быстро и легко вытянуть стропу. В швейной мастерской помогают не только постоянные волонтеры, но и школьники. Для них работа всегда находится. Объединение планирует набирать группы для детей, для мастер-классов. Изготовление сухого душа, изготовление эвакуационных строп, что детям под силу и легко, и даже взрослым и родителям будет это интересно посмотреть, поучаствовать. Мы планируем начать в летние каникулы. Возможно, пришкольный лагерь может к нам обратиться, муниципальная организация, где занимаются дети, может быть, какие-то летние лагеря. Можно будет обращаться небольшими группами, мы будем приглашать к нам ребят. Объединение своим уже готовится к летнему сезону. Заготавливают выкройки для маск-халатов из тонкой дышащей ткани. Желающих приглашают помочь с пошивом. Сейчас в зоне боевых действий налажено стабильное снабжение продуктами и предметами первой необходимости. Если вы хотите внести свой вклад и чем-то помочь военнослужащим, обращайтесь в объединение. Если есть желание помочь, проще позвонить, связаться со мной, задать вопрос. Мы скажем, в чем необходимость, нужда, например, на данный момент. И вы просто можете выбрать ту или иную позицию и закупить, например, вашим коллективом. Творческое объединение своим находится по адресу улица Пушкина, 24А. Телефон плюс семь девятьсот пятьдесят два четыреста семьдесят пять девяносто пять семьдесят. За отмену ЕГЭ высказались 65 процентов жителей Нижнего Новгорода. Такие данные приводит портал Суперджоп. Среди родителей старшеклассников 76 процентов хотят, чтобы ЕГЭ отменили. Такой же позиции придерживаются и более половины опрошенных учителей. Узнаем у саровчан, что они думают по поводу отмены единого государственного экзамена. Психическая сложность. Типа само отягощение, то, что экзамен скоро придет, а от него зависит вся твоя жизнь. Мне кажется так. А сама вот система ЕГЭ, как вот сами экзамены, нормально? Можно ли их сдавать? Или все-таки надо какая-то другая система? Мне кажется, нормально. Так оставить можно. А в чем преимущество? Не списывают. Ну, хотя кто-то может и списывать, не знаю. Мы учились по старой системе. И мне кажется, надежнее по старой системе. Почему? Ну, потому что больше знаний дают. Нет такой мороки поступать в ВУЗ. Ну, как раньше было. То есть могут ученики выбрать определенные предметы, которые им нужны для поступления, для специальности. Вот. И к ним уже готовиться. ЕГЭ – да, за. Вот. Это легче намного, чем сдавать все. И нагрузка как бы больше. Давно пора отменить. А почему? А что в нем не так? Это слишком стресса много. И для родителей, и для детей. Очень много. Я считаю, что ЕГЭ проявляет в основном не знания, а то, что нужно было заложить. Вот тоже по программе указано. Все идет под один стандарт. Вот как на станке все идет. И все должны знать одно и то же, все должны уметь одно и то же. Нервы в большинстве случаев трепают. Потому что по большей части заставляют учителя заниматься. Даже если тебе это не надо, как бы, та же самая математика, профиль и база делятся. Ну и то же самое образование, куда потом поступать. Там же нельзя поступить в какой-нибудь технический ВУЗ без профиля. А кому-то просто на самом деле профиль, ну, сильный, не получится за один хороший балл. Нет, не нужно. К ним, мне кажется, все настолько же привыкли, что даже я, как преподаватель, задавал свое время ЕГЭ. И все было, в принципе, нормально. А в чем преимущество системы ЕГЭ? Гораздо шире диапазон оценок. Соответственно, можно не только тройку, четверку, пятерку ставить, но и любые промежуточные значения. Мнения насчет единого государственного экзамена разделились. Среди молодых людей кто-то считает, что у ЕГЭ больше преимуществ. А кто-то считает, что единый государственный экзамен приносит много стресса и не совсем объективно оценивает знания школьников. Умер Ленин, но дело его живет. Этот лозунг про возглашенные партии после смерти Владимира Ильича до сих пор отзывается в сердцах многих поколений. 21 января исполнилось 100 лет со дня смерти Ленина одной из самых мощных личностей отечественной и мировой истории. В связи с этим в городской библиотеке имени Маяковского открылась выставка «Мемориал Ленин разных поколений. Тайны экспоната». На выставке «Мемориал Ленин разных поколений. Тайны экспоната» представлены не только документальные издания, историческая и художественная литература, но также и труды, созданные вождем. Книги написаны о нем. Также в экспозиции представлены атрибуты советского времени – вещи с образом Ленина, которые хранятся в семьях горожан. Так свою коллекцию литературы и значков представил депутат и педагог СПТ Михаил Савин. Ее он собирал около 8 лет. Сейчас изучать их и биографию Владимира Ильича приходится подопечным Михаила. У меня очень хорошее впечатление насчет этой выставки. Можно еще раз понять, что Ленин, он очень важен для нашей истории в общем. Да, мне тоже очень понравилась выставка, особенно вот значки, которые вот тут, сзади меня. Как мне кажется, Владимир Ильич Ленин был, да и сейчас остается очень великой фигурой. Многих людей он вдохновил и, мне кажется, будет вдохновлять. Сотрудники библиотеки совместно с представителями КПРФ и ветеранами-экспертами организовали для студентов города викторину, в которой проверили знания биографии Владимира Ильича. Победу одержала команда Саровского политехникума. Посмотреть выставку «Мемориал Ленин. Разных поколений. Тайны экспоната» можно до конца года на втором этаже городской библиотеки имени Маяковского. Возрастное ограничение 12+. Воскресенье накануне Великого Поста в храмах на вечерней службе совершается особый чин прощения. Священник после окончания богослужения просит прощения у всех прихожан. Верующие делают то же по отношению к священнослужителю и друг другу. В Прощенное Воскресенье Церковь призывает примириться со всеми людьми, с которыми мы в ссоре или напряженных отношениях. Такая традиция призвана подготовить людей к длинному подвигу Великого Поста. В этом году Прощенное Воскресенье выпадает на 17 марта. Через прощение ближних, через прощение тех, перед кем мы согрешили, открывается наша личная дверь покаяния. Как Господь сказал, что если вы сумеете простить ближним своим, то и Отец Ваш Небесный вам простит ваши прегрешения. Ну а если вы не сможете простить, не захотите или не будете это делать, то Господь не сможет вас простить. Великий Пост начинается с 18 марта. В этот период верующие призваны к долгому и непростому духовному подвигу, борьбе с осуждением, злостью, дурными наклонностями. Воздержание всех органов чувств – средство для того, чтобы стать ближе к Богу и к ближним. Путь строгого Поста помогает человеку преобразить душу и прийти совершенно другим к празднику Пасхи. В Царствие Небесное входит побеждающий. Участие – это, конечно, хорошо, как на соревнованиях, но нужно победить. И победа должна быть реальной. Мы должны победить вместе со Христом. Это действительно лишь только средство. Средство – это соединение с Богом, победа над страстями. Когда мы побеждаем, возносимся над собой. Мы возносимся не над телом, а над собой. А мы – это и тело, и дух, и душа. Основной критерий в пищевом воздержании – скромность. Еда должна быть простой, без изысков, не занимать много времени на приготовление. Великий пост – время особого покаяния, смирения и усердной молитвы. Иногда кажется, что все это совсем нельзя совместить с ежедневными бытовыми заботами человека, с рабочими и семейными обязанностями. По словам протеерея Сергея Скузаваткина, и в суете будней можно хранить внутреннюю тишину и молитву. Прежде всего должна быть внутренняя такая тишина. Про гармонию я не говорю, не говорю про равновесие. Это на самом деле очень сложно достичь, но если кто-то достигнет, это будет очень хорошо. И плюс внутренняя молитва. Внутренняя молитва, она снабжает человека некой вот такой стабильностью. При этом больше молчать. В посту нужно больше молчания и внутреннее, и внешнее. И тогда действительно будет легче. Вот в посту, в коллективах, где-то в семьях. За неделю до Пасхи верующих ожидает еще одно особое время – Страстная Седмица. В эти дни Церковь вспоминает страдания Иисуса Христа. А Пасха в этом году выпадает на 5 мая. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Как стать волонтером? Сложно ли помогать бездомным животным? Чем занимается зооблаготворителем? Об этом и многом другом рассказали ребятам гости из приюта Мурдом. Анна Петрунина и Мария Романцова. На очередной классной встрече во Дворце детского творчества. Это школа юного волонтера. И, кроме того, это занятие клонотерапии, которое мы в этом году стали проводить для ребят с отличными возможностями здоровья. Мария занимается зооблаготворительностью уже 7 лет. Раньше она самостоятельно спасала животных и стала волонтером в приюте Мурдом. Сейчас это стало ее работой и неотъемлемой частью ее жизни. Ну, изначально я пришла в волонтерство, потому что мне нравятся животные. Я с детства с ними тискалась, сюсюкалась, таскала всех домой. И просто в один период в жизни мне было необходимо на чем-то сосредоточиться и именно оказать кому-то помощь. Анна начала свою волонтерскую деятельность с лета 2020 года. Она рассказывает о приюте в соцсетях и местных СМИ. А также помогает поддерживать чистоту в вольерах и дарит животным свою любовь и ласку. Конкретно в моем случае тоже это было очень большое желание помогать, которое родилось из изначальной мысли о том, что бедным несчастным животным на улице я помочь никак не могу. Разговор получился насыщенным и прошел в увлекательной для школьников обстановке. Ребята узнали, что в Мурдоме сегодня живут 120 кошек. И все они ждут новых заботливых хозяев. Свой вклад в работу приемника сделали и школьники. Активисты детской палаты «Галактика» подарили Мурдому собранный ими корм. А гости, в свою очередь, раздали флайер с информацией о приюте. Я один год назад пришла с моей подругой в приют как волонтер. Мы начали помогать, активно приходить по выходным, убираться в приюте. Конечно, мы до сих пор ходим в приют, помогаем котам и хотим продолжать это в будущем. Мне запомнился тот момент, что ребята занимаются уже очень давно Мурдомом, как они его называют. И, честно говоря, это очень классно и очень здорово. По сути, каждый ребенок может стать волонтером. Для этого нужно всего лишь прийти в Мурдом. Кассиопия попала в Мурдом летом прошлого года. Кошка жила на улице и сильно травмировала глаз. Он есть, но видеть им питомица не может. Подписчики группы приюта ВКонтакте часто сравнивают ее с Беззубиком из мультфильма «Как приручить дракона». Кассиопия – это очень классная кошка. Во-первых, она реально красавица. То есть у нее шикарная пушистая шуба. Плюс у нее чудесный характер. То есть она очень ласковая, она мурчачая, она очень игривая, активная. То есть она вообще шикарно подойдет к семью с детьми, потому что она будет с ними играть, бегать, прыгать, носиться. Но при этом и для взрослых она будет шикарной подружкой, потому что, опять-таки, она ласковая. То есть она будет забираться на коленки и мурчать. Кассиопия около полутора лет. Она стерилизована, вакцинирована, поэтому забрать ее можно уже сейчас. Волонтеры также очень хотят найти дом для юной феи. Она – дочка Тюра, о котором мы рассказывали в предыдущих репортажах. Поступили они в приют с третьего КПП. От отца она тоже переняла свой характер. То есть она ласковая девочка, она любопытная, но она немножко стеснительная и пугливая. Поэтому, если вы хотите забрать ее домой, то вам придется немножечко подождать, чтобы она привыкла к дому. А потом уже, когда она почувствует себя владыкой вашей квартиры, то она, конечно, в полной мере покажет свой чудесный характер. Фея тоже уже готова к переезду в семью. Кошку стерилизовали и вакцинировали. Выбрать и забрать к себе пушистого друга можно в приюте «Мурдом». По всем вопросам обращайтесь по телефону. Плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один. Или пишите в группу «Приюты» ВКонтакте. Дедушка Дарины Однороб подарил внучке талисман удачи – необычные бусы. И теперь девочка всегда берет талисман с собой на все конкурсы и фестивали, чтобы меньше волноваться и успешно выступить на сцене. И в этот раз подарок дедушке сопровождал юную вокалистку в Москве на седьмом международном конкурсе исполнительского искусства «Мьюзик Проспект». Дарина исполняла народную песню «Блины». И она как бы похожа, как будто бы ее можно петь на масленицу. Там же про «Блины» сказано. У меня прошелся племя нехорошо, но немножко тяжело было исполнять. Почему? Ну, я там волновалась. Анна Шишкина на конкурсе исполняла романс «Незабудочка» Алябьева. Как признается вокалистка, романс петь непросто. Пришлось потрудиться, чтобы правильно его исполнить и технически, и эмоционально. Сам романс, они очень, даже по словам, их сложно учить. И они много разных моментов, которые могут сложно даваться. И просто выучить романс – это просто сложно. На мой взгляд, его исполнять сложно, но я считаю, что я справилась. Жюри высоко оценила уровень мастерства Анны Шишкиной и Дарины Однороб. И пригласила девочек выступить на галоконцерте, который прошел в музее Скрябина. Анна и Дарина стали лауреатами первой степени. Еще одна звездочка детской школы искусств Ксения Занина достойно представила город на всероссийском вокальном конкурсе-фестивале «Абсолютно» в рамках проекта про развитие культуры и творчества в России «Наследие фест». И на международном конкурсе-фестивале «Энергия звезд» при поддержке Фонда развития детского и юношеского творчества «Орбита талантов». Эти конкурсы дали нам большой опыт. Жюри говорили свои точки мнения. Говорили, что, например, в этом лучшее место такты сделать, а по-другому немножко. И тем самым они тоже помогли как-то ее доработать, чтобы на следующий конкурс, я когда приехала, было более лучше, и звучала песня, и доработана была. На конкурсах Ксения выступила с песней «Небо славян». По решению жюри соровчанки присудили высшие награды – звание лауреата первой степени. Ксения Занина в будущем хочет поступить в Гнесинку, поэтому каждая победа приближает ее к заветной цели. В Совете ветеранов праздники всегда отмечают на широкую ногу. Члены Совета стараются сделать мероприятия запоминающимися веселыми и яркими. Главная цель ветеранов – подарить друг другу радость, пообщаться, стать ближе. Организаторы стараются проводить праздники каждый месяц, выезжать на экскурсии в другие города. Сейчас в Совете ветеранов состоит более тысячи человек. В Международный женский день мужчины традиционно дарили подарки и теплые слова прекрасной половине человечества. Нашему народу нужно прежде всего какое-то веселение, какое-то настроение, чтобы было, какая-то праздничность нужна обязательно. Вот это, я считаю, мы этим стараемся обеспечить. Мы в году делаем обычно частенько, в месяц один раз, два раза проводим праздники. Потом мы делаем выступления концертов. Но женщины в свой праздник не остались в стороне. Они тоже активно участвовали в подготовке мероприятия. Готовили угощения, накрывали столы, украшали зал. А вокальный ансамбль «Улыбка» репетировал новые песни. Каждому празднику коллектив старается представить что-то новое. «Улыбку» любят многие ветераны, а ряды ансамбля регулярно пополняются новыми людьми. На этот раз членами коллектива стали мужчины, которые подарили гостям песни о любви. У нас, я считаю, интересно. К нам рутся и идут. Вот, пожалуйста, от Кузина пришел мужчина, который... Ну, мужчина. Вроде бы у меня мужчины были очень давно в начале. И то цыганские песни пели. А сейчас вот, пожалуйста, будем петь. Ну, пусть поют. Это же радость, когда человек себя чувствует так, что нужно в песни отдать себе. Ветераны никогда не сидят на месте. Они ездят с поздравлениями в детские дома, собирают посылки для военнослужащих СВО. К 8 марта Совет также собирал подарки для детей, оставшихся без попечения родителей. В завершении концерта, посвященного Международному женскому дню, гости собрались за праздничным застольем. Борьба на паркете в первой игре первенства Нижегородской области по волейболу была нешуточной. Соперниками выступили женские команды Сарфаты и Вознесенская. Саровчанки проиграли гостям 0-2. Следующими на площадку вышли Княгинина и прошлые финалисты первенства Арзамас. Столкновение тоже не обошлось без эмоций. Сначала Арзамас в первой партии уступал своей позиции. Но спортсменки волю к победе не потеряли. Собрали волю в кулак и догнали Княгинина. После в напряженной схватке Арзамас и вовсе разгромил противника с итоговым счетом 2-0. Вначале мы немного проигрывали, потом собрались и одержали победу. Как соперницы были? Хорошие соперницы. Сильные, упорные. Ну, видимо, не хватило опыта немного. У девушек очень сложная подача. Были некоторые моменты, где мы не справлялись с ней. По мнению команды Княгинина, несмотря на поражение, они сыграли достойно. Честно боролись за каждый мяч. А для победы девушкам немного не хватило собранности. Но в будущем у Княгинина еще есть шанс взять реванш. Каждый проигрыш – это, понятное дело, как-то ты переживаешь, расстраиваешься. Но я знаю, что у нас есть еще один шанс. У нас будет еще одна игра с Арзамасом. В принципе, мы вполне можем взять реванш. Арзамас – достаточно сильная, сплоченная команда. У них хороший связующий. Он координирует всю игру. И поэтому они так слаженно и хорошо играют. На подходе Княгинина ждал следующий соперник – команда из Вознесенского. С ними волейболистки уже встречались на паркете в прошлых играх и одержали победу. Первая партия была за Вознесенским районом. Но в итоге Княгинина вырвали победу со счетом 2-1. Очередной тур первенства Нижегородской области по волейболу среди женских и мужских команд Первой лиги прошло в Сарове впервые за долгие годы в спорткомплексе Рфятсмнеев. В город приехали гости. Три женских команды из Арзамаса, Вознесенского, Княгинина и одна мужская команда из Сергача. Наряду со взрослыми командами честь Сарова отстаивали студенты с РФТИ. Тур проводится одним днем. Сезон по Первой лиге начинается в октябре и проходит вплоть до конца апреля. То есть это длительное мероприятие, в течение которого являются сильнейшие команды, как у мужчин, так и у женщин. Надеюсь, что в нашем городе когда-то появится ФОК и мы не будем переносить соревнования областные на площадки Рфятсмнеев, потому что у нас появится своя площадка городская. Вот это очень важно для развития волейбола. Благодарственными письмами за помощь в продвижении спорта и волейбола в Сарове наградили организаторов мероприятия. Первенство Нижегородской области по боксу для Данилы Тетерюк прошло удачно. Спортсмен провел два боя – полуфинал и финал. И встретился на ринге с соперниками из Бора и Кстова. Полуфинал Данила выиграл техническим нокаутом во втором раунде. В финале саровчанин победил раздельным решением судей. Как говорит Данила, подвела усталость. Из-за этого пропускал много ударов. Первый бой был более легкий. Во втором я сильно устал, не хватило дыхалки. Поэтому и раздельным решением судей один раунд проиграл. Несмотря на трудности, Данила Тетерюк стал чемпионом области. Юный боксер занимается в спортивной школе ИКАР три года. Это были его сороковые соревнования. И каждый выход на ринг для него – возможность для роста. Юноша мечтает выполнить кандидата в мастера спорта и стать профессиональным боксером. Я учусь на соревнованиях. Я анализирую соперников и знаю, какие ошибки я выполняю, когда боксирую. Я прихожу после боев на тренировки и отрабатываю эти ошибки, чтобы они не повторялись. Зарабатывать много денег. Победить сначала Россию, потом Европу, потом МИИ, потом Олимпийские игры. И переходить в профессиональный бокс. Перед первенством области боксеры ИКАР усиленно тренировались. Работали на грушах, стояли в спаррингах, отрабатывали удары и технику. Представляли своих соперников. Тренировки и дисциплина – главные составляющие победы, считает Тимофей Блинов. Он стал серебряным призером области. Для Арсения Жирнова областные соревнования прошли чуть менее удачно. Арсений провел три боя, в последнем проиграл. Боксер объективно оценивает свои силы. Нужно работать над дыханием и техникой. А на тренировки выкладываться на 100%. Арсений Жирнов завершил тройку призеров и принес сорову бронзу. Я довольна, что я стал призером хотя бы каким-то в области. А так надо получше часто тренироваться. И потом в следующем году выиграть область. Надо было работать, чтобы у тебя выносливость была получше. Чтобы ты не отпускал руки, когда устал, а держал их. И все. Юные боксеры стараются участвовать в выездных соревнованиях как можно чаще, чтобы набираться опыта. Тренируются спортсмены у Вячеслава Дронова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова